В Махачкале прошло первенство спортивного центра «Восход» по рукопашному бою среди юношей. По итогам турнира тренерский штаб сформирует команду республики для участия во всероссийских соревнованиях. Как проходили обкатку юные бойцы, наблюдал Дан Шугом. Одним из триумфаторов турнира весовой категории до 24 килограммов стал ученик 2-го класса 37-й школы Абдулатип Латипов. Выходец из селения Адылым Казбековского района в своей небольшой спортивной карьере уже имеет опыт побед в Махачкале и Владикавказе. Здесь он провел три поединка и во всех брал верх над своими соперниками. Он хотел взять на удушайшую, на боевой ляму, не давал делать. У нас был счет 3-3, потому что я первый взял балл и мне дали победу. Ученик 5-го класса 56-й школы Джабраил Закаргаев оказался победителем в весе до 33-х. Выходец из селения Мирюго Сергакалинского района в прошлом году становился чемпионом всероссийского турнира в Ростове. Двукратному серебряному призеру СКФО пришлось провести два непростых поединка. Я иногда заходил в проход ноги делал, в борьбу иногда заходил. Ну а так-то чаще всего мы в стойке работаем. Например, я в голову на два балла ударил ногой правой. Нормально, подрался в финале. Хороший. Такие соревнования Зураб Алиев, старший тренер сборной Дагестана, по рукопашному бою проводит систематически. Здесь юные спортсмены получают необходимый соревновательный опыт. Лучше поддают ударную и бросковую технику. Ребята показали себя очень хорошо. Они готовились к этому мероприятию. Такой небольшой для них спортивный праздник. Хотел поблагодарить всех спортсменов, родителей за то, что они доверяют нам, своих детей. Мы со своей стороны будем стараться занимать, учить их не только спортивным навыкам, но и дисциплине. И вообще, чтобы они были полезными для окружающих, для общества. И чтобы только применяли свои спортивные навыки только в целях самозащиты. По итогам турнира тренерский штаб сформирует команду республики для участия во всероссийских соревнованиях. Дан Шугом, Рамазан Амаров. Время новостей.